Вы, с одной стороны, сказали, что в 2013 году всё провалили, а с другой стороны, тут же вот только что сказали, что мы многое делаем для того, чтобы сохранить природу. И немножко напали на наших западных партнёров в связи с тем, что они мало делают. Я не соглашусь с вами в том, что в западных странах, в США, в Европе меньше, чем раньше, заботятся о сохранении природы. И лучшее доказательство тому – это усилия президента Франции по поводу принятия парижских соглашений по сокращению выбросов в атмосферу. Франция проделала колоссальную работу по этому направлению и проделала её не без успеха. Мы договорились, это был сложный процесс, договорились по ограничению выбросов. Россия, как известно, взяла на себя достаточно жёсткие обязательства и не сомневаюсь, что мы их выполним. Насколько будут выполнять другие страны, мне пока сложно сказать. Мы должны ещё заняться вопросами имплементирования этих договорённостей. В практическом плане мы к этому готовы. Мы должны посмотреть, как технологически будут складываться договорённости по осуществлению парижских соглашений. Но мы будем это делать. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в этом смысле экологии страну. Меня очень беспокоят и загрязнения, очень беспокоят огромные вот эти свалки. Мы совсем недавно на форуме Общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили. Я сейчас не буду занимать время у всех собравшихся, и других вопросов много. Но вы знаете, что здесь есть определённые планы у правительства. Мы будем всё это осуществлять. Другое направление – сохранение лесов. Здесь точно не обойтись без изменений в действующую нормативную базу. Нам и нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьём, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Но не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов. Потому что если мы этого не будем делать, если мы не будем заботиться о лесах и парковых зонах, в населённых пунктах, вокруг крупных городов, у нас скоро вообще ничего не останется. Потому что вытаскивать лес из этих мест легче всего, дешевле всего. Там дороги, инфраструктура – это требует очень серьёзного, вдумчивого подхода, анализа, в том числе и с такими организациями, как ваши, и со средствами массовой информации. Я очень благодарен и вам, и вашим коллегам, которые занимаются этой работой. В лес лазают, там топоров не боятся. Это такая боевая на самом деле работа. Я очень надеюсь, что мы будем с вами вместе её продолжать. Я вас приглашаю на заседание Госсовета.